Интересная новость. В период проведения чемпионата мира по футболу жители временно оккупированных территорий Донечины и Луганщины будут фактически отрезанными от России. Потому что Россия усиливает режимные меры с 1 июня по 17 июля и запрещает въезд на свою территорию грузовиков, маршруток и рейсовых автобусов из оккупированных территорий. Эту новость прокомментировал помощник главы Госпограммслужбы Украины Олег Слободян. Россия относится к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганских областей, как к людям второго сорта. В период проведения в РФ чемпионата по футболу жители Ордло будут фактически отрезаны не только от цивилизованного мира, но и от великой и духовной. Вероятно, это из-за страха, что товары с военторга могут вернуться к основному поставщику. Это очень хороший комментарий, в точку. Но я бы вот еще что сказал. По-моему, постепенно самим россиянам становится понятно, что они создали, какой ад на земле в этом самом Донецке. Они выпустили из своего нутра самых последних отморозков. Просто людей соскребли с самого дна и бросили в это гарнило. А теперь постепенно им, видимо, самим становится страшно от того, что они там видят. Это только Захар Прилепин рассказывает о доблести русской армии и о том, что там якобы кого-то защищают от фашистов. Но на самом деле люди, которые собрались там для того, чтобы просто понять, какого типа и качества эти люди, ничего не нужно комментировать. Нужно просто посмотреть в их лица. На этих лицах, господа, все признаки дегенерации. По таким лицам пишутся учебники для психиатрии, когда дебилизм и кретинизм становятся очевидным просто по определенным чертам лица. Здесь все имеет значение. И искаженные формы, и совершенно опустошенные глаза, искалеченные в драках лица и так далее. И именно вот это и есть «освободители» в кавычках Донбасса. Именно вот эти мерзотные типы алкоголики, возможно, уже зачатые родителями алкоголиков, набадают 4 года на Украину. Украинцы вынуждены защищаться от вот этого замечательного русского мира. Любому нормальному человеку, глядя на эти физиономии, станет страшно. Вот этих дебилов снабдили оружием, дали им право безнаказанно разграблять города. Да, только сама мысль должна приводить их в ужас. И знаете что, господа россияне? Я обращаюсь сейчас к правителям. Конечно, простые люди, может быть, и тут ни при чем. Но вот те, кто открыли врата этого ада, имейте в виду, закрыть их будет очень сложно. Все эти «господа» вернутся в ваши города, когда, в конце концов, Украина выпьет их со своей территории. Да, посмотрите еще на фотографию свадьбы Захара Прилепина, которую он празднует на территории Донецка. Его жене Александр Захарченко дарит свадебный подарок. Да, вы не ошиблись, это свадебный подарок, пистолет. И обратите внимание, каким жестом женщина принимает это оружие. Это женщина, господа. И это пистолет на свадьбу. Да, вы правильно поняли, это не фотошоп. Это на самом деле свадьба писателя Прилепина. И это на самом деле свадебный подарок. Ужас от того, что российский мир деградировал до такой степени, что человека подобного типа, как Захар Прилепин, видимо, с больной психикой, принимают на самых крупных каналах. Его книгам дают самые большие тиражи в стране. Ему дают трибуну. Вот такие люди сейчас пришли к власти и правят этим сошедшим с ума миром. Многие из этих солдат заключают вторые и третьи браки на территории так называемой республики, имея жен и детей где-то там в российских глубинках. Что творится на этой земле, трудно представить, потому что информации оттуда фактически не просачивается. Но рано или поздно этот гнайник прорвется. И рано или поздно вся эта красота выльется туда, в страну, связь с которой они считают кровной. Итак, господа, Новороссия настигнет вас. Рано или поздно она придет к вам, как бы вы от них не пытались отгородиться. Это заявление для чемпионата мира – это только первая ласточка. Я думаю, и Берлинская стена не поможет в случае чего, если вам вздумается ее восстановить. Вы ничем порождение своего собственного внутреннего уродства не остановите. И самое страшное наказание для России будет, когда она один на один столкнется со своим настоящим русским миром, со своей Новороссией, со своей мечтой, которую они воспевали. И которую они якобы пошли защищать.